Привет, эстеты единоборств! С вами проект мой от ICK и я Варченко Виталий. Сегодня мы с вами посмотрим на настоящего ниндзю в клетке Митчелла Перейру. Почему ниндзю? Да потому что этот дракон Кенни Орла вытворяет невероятные вещи, которые можно увидеть только в фильмах с Джеки Чаном. А само видео у нас будет построено таким образом. Сначала нарезка самых ярких и невероятных ударов, которые Митчелл применял в реальных боях в клетке. А потом мы посмотрим на лучшие моменты одного из его лучших боев против Кунху Панды. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Итак, пару слов про Перейру. Это действительно будет пару слов. Потому что этот парень, как настоящий ниндзя, соблюдает полную секретность. У него даже нет своей страницы в соцсетях. Вы можете такое представить? Боец с мировым именем, а это действительно так, потому что Митчелл Перейра выступал на многих известных турнирах, и UFC в том числе, не стремится за популярностью. Его даже нет в Википедии. Все, что мы можем сказать о нем, это то, что он с Бразилией, и это его рекорд, который состоит из 23 побед и 12 поражений. Нет ни биографии, ни спортивных достижений, ничем он занимался. Но нам это не помешает сделать свои выводы по этому поводу. Кстати, поделись своими мыслями в комментариях. Итак, стиль Митчелла Перейры – это смесь различных единоборств, но прежде всего это капуэйра. Несмотря на то, что капуэйру мало кто считает прикладным видом единоборств, и я в том числе, Перейра доказал нам обратное. Совместив ее с муай-тай, он сделал хорошую смесь красивых финтов и убойной силы. Его удары ниндзии, когда одна нога отталкивается от сетки клетки, а вторая бьет в голову, сальто назад на лежащего оппонента, забегание на сетку и спрыгивание с нее с ударом, вертушки с касанием рукой канваса – это все элементы капуэйры. А вот убойную мощь ему дает муай-тай. Возможно, не в чистом виде, но его работа киками и коленями, особенно в клинче, приносила ему немало успешных моментов и даже побед в бою. Несмотря на это, стоит отметить не очень хорошую работу руками и недостаток партера. Кстати, большинство поражений Митчелл потерпел именно в партере – болевыми или добиванием. Но несмотря на все это, он остается одним из самых зрелищных бойцов ММА, который не боится экспериментировать и чудить трюки, как в лучших фильмах про кунг-фу. Ему бы еще научиться выпускать из рук огненного дракона, и ему бы позавидовал сам Шан Цунг. А теперь мы перейдем к одному из самых ярких боев Митчелла Перейры. Конечно, таким ярким он стал благодаря сопернику в том числе, а им был Ким Дая Сунг, или по-простому кунг-фу панда. Это боец из Южной Кореи, у которого за плечами 4 победы и 6 поражений. А главное – его не очень хорошая форма. Но благодаря ему мы увидели очень незаурядный бой с множеством интересных ударов. Конечно, Перейра полностью доминировал над соперником и мог показать весь свой арсенал трюковых ударов. Я думаю, когда Джеки Чан смотрел этот бой, кусал себе локти и хотел научиться так же. Но несмотря на доминирование противника, Ким Дая Сунг оказывал сопротивление, да еще и поддразнивал Митчелла, зазывая его идти вперед. В итоге все закончилось очень брутально. Напиши в комментах, что ты думаешь про этого бойца. Митчелла, зазывая его идти вперед. Подписывайся на канал, жми колокольчик, делись видео с друзьями, пускай знают, какое разнообразие может быть в бою, а не только проход в ноги. А если ты хочешь освоить навыки муай-тай или самообороны на улице, или просто привести себя в форму, тебе отлично помогут бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости тренировок! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok